МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что планируется провести этот год в нашей республике? Действительно, этот год у нас проходит под знаком Года добровольчества. И опыт работы добровольческих организаций в республике достаточно накоплен хороший. Я думаю, что то, что у нас уже создан оргкомитет, который возглавляет Гуляев Михаил Битрич, председатель правительства, разработан план действий по реализации Года добровольчества, позволит нам содержательно и хорошо провести. Во-первых, мы должны сделать так, чтобы в каждом муниципальном районе были свои координаторы добровольческих организаций. Работа с организацией Министерства образования была проведена. Работа проведена с Министерством труда и социального развития. В учреждениях, которые курируют эти ведомства, есть свои центры, есть лидеры волонтерских организаций. Конечно же, план подразумевает совершенствование нормативно-правового регулирования. Если на федеральном уровне закон принят недавно, это добровольческие организации, то мы в прошлом году на уровне правительства рассмотрели законопроект и в первом квартале должны внести на рассмотрение государственное собрание Илтумен. Следующий, это был объявлен День добровольца 5 декабря, поэтому ежемесячно, каждое 5 число у нас будет проводить День единых действий, Тысяча добрых дел под знаком Республика Добра. И старт у нас 5 февраля намечается. Мы предлагаем акцию провести в отношении наших ветеранов тыла, труда, ветеранов вооруженных сил в связи с тем, что у нас отмечается 100 лет со дня создания рабочей крестьянской Красной Армии, 100 лет со дня создания военных комиссариатов у нас в Республике и в России. Поэтому каждое 5 число у нас будут проводиться акции повсеместно. На уровне муниципальных образований свои оргкомитеты создаются и планы принимаются. Я думаю, что год у нас пройдет достаточно насыщенно и хорошо. Перечень мероприятий действительно обширный. Тем не менее, что же такое все-таки добровольчество и на какие виды вообще есть добровольчество? Добровольчество подразумевается то, что каждый человек по своей доброй воле делает добро. Само слово добровольчество, оно относится именно к той потребности человека, нужности людям, нужности организациям, нужности общественным объединениям. У нас в Республике очень хорошо развивается спортивное волонтерство, социальное волонтерство. Спортивное волонтерство, вы прекрасно знаете, во время международных игр Дети Азии у нас волонтеры очень хорошо помогали. И этот опыт сегодня оценен на федеральном уровне. Кроме этого, наверное, есть другие виды волонтерства. Это как экологическое волонтерство по охране окружающей среды. И здесь, наверное, ярким примером стало то, что в год экологии было очень много акций в отношении наших водных ресурсов, в отношении зеленых посадок и так далее. Поэтому вот эта тема, наверное, в этом году тоже будет продолжена. Есть у нас добровольческие организации, которые работают по охране животных, бережному отношению к тем же нашим друзьям, собакам, птицам и так далее. Поэтому разные виды добровольчества, и они сегодня у нас имеются. Экологическое, социальное, спортивное. Добровольство, которое сегодня очень востребовано, это проводят те или иные мероприятия. К нам обращаются организации с тем, чтобы мы предоставили добровольцев оказывать помощь в организации мероприятий, выставок, спортивных соревнований и так далее. Поэтому событийное волонтерство тоже у нас имеется. Насколько сегодня развиты все виды волонтерства у нас в муниципальных образованиях, показывает то, что в 19 муниципальных образованиях у нас созданы координационные советы. Есть общественные организации, которые ведут работу. Есть очень хорошая организация «СОСДети». Они помогают нашим детям, которые нуждаются в лечении, собирают пожертвования, средства. И за два года своего существования «СОСДети» собрала более 14 миллионов рублей, для того, чтобы оказать помощь в лечении тяжелобольных детей. Какие еще можете организации отметить, чья работа является также системной? Ну, конечно, в первую очередь это Центр по работе с волонтерами. Он был создан в 2011 году. И координацию всей волонтерской деятельности эта автономно-некоммерческая организация проводит. Неоднократно она участвовала в конкурсах на получение субсидий. И за счет средств, выделенных из государства, развивает добровольчество. Есть очень хорошие организации при Северо-Восточном университете. Полис Добра, Венил. Есть организации при нашей православной епархии, так называемое православное добровольчество. Есть у нас добровольческая организация в отношении защиты животных. Особенно вот собак, да? Белый БИМ здесь в городе функционирует. И очень хорошо работает корпус антинаркотического волонтерства. Благодаря работе Центра по работе с волонтерами у нас создан корпус «Волонтеры Победы». И во всех акциях, которые связаны с датами Великой Отечественной войны. Сейчас у нас отмечается 75-летие со дня Победы под Саленградом. Я думаю, что вот эти организации сегодня показывают пример. На уровне муниципалитетов тоже есть очень хорошие. В Нерингре у нас хороший Центр волонтерства работает. В Ленске, в Лучи-Ленска, в Нижнеколынском улусе. География достаточно широкая. Я сказал, 19 муниципалитетов. Ну, раз уж мы заговорили о том, что у нас география такая все-таки обширная, сколько у нас вообще сейчас в республике насчитывается волонтеров? И как, если можно вообще сравнить развитие волонтерства в нашей республике с другими регионами? Мы насчитываем более 6,5 тысяч добровольцев. И это только те, которые зарегистрировались. Есть и те, которые проводят работу самостоятельно, без регистрации. Сегодня наша республика опыт работы добровольческой организации востребован. Ну, достаточно сказать, что последние события всероссийского уровня, международного уровня проходили при участии наших добровольцев. И ближайшая тоже, допустим, Олимпиада в Корее пройдет при участии наших добровольцев. Две девушки, это Филиппова Кристина и Попова Сардана, студенты и магистрант Северо-Восточного университета. Они примут участие в качестве волонтеров. Недавние события прошлого года, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на нем участвовало 40 якутян в качестве добровольцев. И пятеро из них были признанными лучшими добровольцами именно фестиваля. Сейчас мы готовимся принять участие в проведении чемпионата мира по футболу. И наши добровольцы тоже будут участвовать в организации этих соревнований. Мы являемся пилотным субъектом по внедрению стандарта добровольчества. У нас есть все нормативно-правовые документы. Координационный совет при главе республики действует. Мы разработали концепцию развития добровольчества. Есть общественные организации. И в государственных программах предусмотрены меры поддержки нашей добровольческой организации. Поэтому опыт республики достаточно востребован на федеральном уровне. В каких-то сейчас улосах, районах на данный момент развивается волонтерское движение? Прежде всего, конечно, город Якутск. При управлении по делам молодежи и семейной политики города Якутска есть у нас общественная организация «Город добра». Ежемесячно они проводят различные акции. Может быть, вы слышали, такая акция, как «Старость в радость», «Елка добра», «Полка добра» и так далее. Это организуется как раз общественной организацией «Город добра». Муниципальное образование Ленского района, где я сказал, что лучи Ленской, они тоже помогают нашим людям, которые нуждаются, особенно престарелым, одиноким, посещают их на дому, посещают социальные учреждения, где проводят с ними досугу и так далее. А есть какие-то примеры развития движения в населенных пунктах, где численность населения достаточно невелика в Сеолахах? Да, конечно. Есть такие примеры. Мы Аннабарский УЛУС приводим. Там у них есть свой корпус, где объединяет всего лишь 15 человек. В селе Сунтаров есть свои организации добровольческие, тоже 20 человек, которые помогают. Вот то, что я пример привел, организация «Соцдети», там всего лишь порядка 10 молодых ребят. В основном это студенты. Поэтому есть хорошие организации, есть хорошие примеры. Но тот же Антон Васильев, который сегодня послужил примером, я думаю, что благодаря его деятельности мы, наверное, лучше стали относиться к своим дворовым территориям, к своим городам, селам и так далее. А какая предусмотрена вообще система поощрения таких организаций? Сегодня меры государственной поддержки в виде грантов предусматриваются. Мы недавно провели конкурс, и Центр по работе с волонтерами выиграл этот конкурс. 2 миллиона 700 на организацию добровольческой деятельности. Организация добровольческой деятельности – это обучение, это проведение тех или иных акций, и это обеспечение формы волонтеров, что немаловажно. Ну и в то же время добровольческая деятельность должна оцениваться. У нас есть свой знак за развитие волонтерства, ежегодно мы его вручаем, отличившимся. Есть номинации «Доброволец года», им тоже мы поощряем своих лучших добровольцев. Есть меры поддержки и на федеральном уровне. Недавно состоялся конкурс на гранты Федерального агентства по делам молодежи. В прошлом году у нас три человека выиграли грант федеральный. Сегодня ожидаем тоже итоги этого конкурса. Вот тот законопроект, который на федеральном уровне принят, и наш законопроект, который будет принят, позволяет нам урегулировать взаимоотношения на уровне муниципальных органов власти, на уровне исполнительных органов власти, с тем, чтобы оказать всемирную поддержку добровольческим организациям. Чтобы было закреплено о том, что мы на уровне предприятий, как это должны организовывать на уровне организаций. Вот у нас есть хорошие предприятия, которые свой корпоративный такой корпус волонтеров создали. Я поэтому считаю, что все меры поддержки должны быть сегодня использованы именно в год для творчества. Афанасий Семенович, большое спасибо вам за участие. Беседа была действительно интересна. Я напоминаю, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был министр по делам молодежи, семейной политики Республики Саха-Якутия. Афанасий Владимиров, оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий. Удачного вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин